Давайте, мы с вами общаемся в режиме прямого эфира, каждую минуту все может измениться, но правильно ли я понимаю, что сейчас также с моря довольно серьезная угроза исходит? Была информация, что в акватории Черного моря появился носитель корылатых ракет «Кинжал», насколько мне не изменяет? Нет, не «Кинжал», нет. Смотрите, я скажу так, это не угроза. Вот когда в море выходило 5-10 носителей крылатых ракет, и вспомните сводку Генерального штаба или доклад наших разведчиков, которые говорили, что только Черноморский флот носителями может залп 40 ракет, 50 ракет. Сегодня констатируется факт, что в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет, залп которого может составить 8 штук. Нас больше сегодня беспокоит «Энгельс-2» аэродром, там где базируются стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС. Это основные носители крылатых ракет. И, кстати, последние два, даже три массированных ракетных удара осуществлялись именно этими бомбардировщиками, которые взлетали именно с аэродрома «Энгельс». И они делают пуски ракет с Акватории Каспийского моря. Что касается, кстати, «Кинжала», отвечу, то «Кинжал» — это экспериментальная программа. Самих ракет «Кинжал» всего лишь несколько десятков, изготовленных в металле. А самолетов, которые способны нести ракету, это баллистическая ракета комплекса «Эскандер». Но она воздушного базирования на самолете, поэтому и называется проект «Кинжал». Так вот, самолетов, которые способны поднять «Кинжал» в воздух и сделать пуск, всего аж 4. Ту-22М3. Из них три находятся в Белоруссии на Швайка, по-моему, аэродром. И вот они взлетают периодически и пугают нас, что могут пустить. Но, повторюсь еще раз, основной пуск — это «Энгельс», Каспийское море, тяжелые дальние стратегические бомбардировщики. По нашим данным на сегодняшний день, как мне поделилась информация команда Deep State Map, то они располагают информацию, что около 80 ракет сосредоточено на этом аэродроме и более 10 самолетов готовы к боевому применению. Вот это угроза. Вот здесь нам надо быть в готовности, что это может произойти в любой день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok